Добрый день Друзья, с вами Маракаси Сегодня я хотел бы показать бой на Суперконе и рассказать вам о том что стоит ждать от патча 1.5.1 когда он выйдет примерно и также какие в общем-то будут некоторые особенности, которые нужно обязательно знать Итак, в прошлом видео у нас выиграл Артём Островский, спасибо ему за участие в розыгрыше, ты можешь абсолютно так же обзавестись не лишней голдой, достаточно подписаться на канал, поставить лайк и в комментарии указать ссылку на профиль ВКонтакте Первое, что стоит отметить это собственно вы наверняка слышали новость о том, что разработчики будут банить тех, у кого обнаружены некоторые запрещенные модификации, ну которые стали запрещенными модификациями, то есть раньше они не были таковыми, но ВГ собственно внесли их в список запрещенных модификаций и мододелы начали как бы побыстрее эти моды убирать из модпаков, дабы собственно их пользователи не получили блокировку аккаунта потому что 1 июня уже прошла как бы прошла эта дата, я думаю вы знаете должны были ВГ блокировать но блокировать они не стали так в чем же вообще проблема ну дело в том, что разработчики посчитали, что скорее всего игроки учитывая ну то, что не все следят за новостями не все будут удалять моды модпаки там переустанавливать и так далее и у кого-то обязательно все-таки запрещенные модификации как бы ну останутся поэтому ВГ решили подождать до выхода патча 1.5.1 это будет 11 июня и собственно решили они таким образом ну как бы убить вот эту вот проблему заранее чтобы не было такого чтобы заблокировали там много людей которые попросту не знали, что эти моды нужно было удалить ну в любом случае когда выйдет 1.5.1 там все равно придется всем перескачивать модпаки там новые моды искать и так далее все равно в любом случае ребята смотрите чтобы у вас не было мода который показывает местоположение противника за границей отрисовки не было мода который указывает ближайших противников стрелочками там красной зеленой стрелочкой а также чтобы у вас не было мода который показывает куда смотрят союзники и противники на миникарте в кругу обзора Эти моды теперь являются запрещенными, и 11 июня примерно, когда выйдет патч, ну, собственно, уже за эти моды будут блокировать, так что обходите их стороной. За первый, в общем-то, случай нарушения правил вам дают 7 дней премиум аккаунта. Если снова повторяются нарушения, то вас блокируют навсегда. Да, кстати, по поводу блокировки аккаунта Джова, как оказалось, его сблокировали только на тестовом сервере Песочница, то есть, оказывается, есть такие правила, я сам, честно говоря, не знал, что, типа, тестовый сервер Песочница, он как бы отдельно, то есть, по сути, это развязывает руки тем, кто хочет пошалить и поубивать там союзников, они просто будут заходить на тестовый сервер Песочница. Ну, если даже забанит там, пофигу, типа, на основе-то не заблокировали, я ни в коем случае не говорю, чтобы вы так делали, просто реально вот это обычное умозаключение, я делаю, как будут мыслить нарушители, и, собственно, ну, как-то это странно. Не то, чтобы я хотел, чтобы кого-то там блокировали, Джова или еще кого-то, нет, просто само правило какое-то странное. Идем дальше, добавили в новом патче новую карту, ну, как новую, собственно, переделанную карту Харьков. И карта изменилась довольно сильно, открылась такая огромная зона, такая вот просторная, с кучей всяких прострелов для потасау и так далее, и проездов для всяких быстрых танков. А также городская часть есть теперь на карте. Ну, она и раньше была, но теперь она в меньшей степени выражена. Посмотрим, насколько карта хороша. Все-таки очень долго в ЭГИ ее переделывали, наверное, 150 вариаций там пробовали. И надеюсь, что карта действительно стала гораздо лучше. А также, что стоит отметить, ребята, это выход трейдина, который, ну, в общем-то, совершенно так классически выходит или перед линией фронта, она будет 15 июня, напомню вам, или после линии фронта. Вот точно вот не помню, но в любом случае в патче 1.5.1 будет нас ждать трейдин, это обмен танков, ну, по скидке. То есть, сдаешь свой старый танк, который тебе не нравится, получаешь по скидке новый танк. Собственно, на этот раз я жду появления новых каких-то премтанков, благо за долгое время разработчики добавили всякие марафоны, всякие акции, танки за серебро. Ну, и, короче, реально можно будет обменять даже вот тот танк за серебро, который вам не понравился, но, тем не менее, вы все-таки его за серебро приобрели, то есть, не за реальные деньги, а за, ну, как бы, за серебро, которое можно нафармить. То есть, по сути, время свое потратили и все. И вот эти танки тоже будут участвовать в трейдине, их можно будет обменять и получить, собственно, премтанк на халяву. Далее, что стоит отметить, в патче 1.5.1 апнут многие танки, и если они у вас есть, то я рекомендую их после выхода патча выкатить и поиграть на них, чтобы посмотреть, насколько они стали лучше. Подробно я не буду вдаваться в детали, чтобы, ну, не мучить вас с циферками, но могу сказать, что лучше стали однозначно Индиан Панзер, Леопард 1, просто стал очень хороший Леопард прототипа. В общем, вся ветка эта стала поинтереснее. А также апнули японскую ветку, стал поприятнее, гораздо тип 61. Также приятнее стал СТБ-1, возможно, но тут, конечно, спорно, потому что разработчики хоть и апнули этот танк, там добавили ему такую же механику, как у шведских СТ, но, тем не менее, там Альфу ему снизили, в общем, неоднозначные изменения, но я все-таки надеюсь, что танк станет лучше, у меня все-таки он давным-давно уже прокачан. Но это не единственные танки, которые, естественно, затронули, также затронули разработчики СТ-1, он стал поприятнее. Кстати, добавили танк Т-116, который является советским премиумным танком, по-моему, если я не ошибаюсь, второго уровня, то есть это подарочный танк, раз в патч 1.5.1 его добавили, то вполне вероятно будут его раздавать на какое-либо событие. Также, ко всему прочему, апнули Panzer 58, ну, это такой прем-танк, добавили танк ВК-7501К, это, ну, такой вот, как бы, тапочек, только на восьмом уровне премиумный. Вполне вероятен марафон на этот танк, или просто будут его продавать, пока что точно не ясно. Добавили также разработчики учебные материалы, которые будут одноразово, ну, как бы, добавлять вам опыт для экипажа. Есть учебная брошюра, дающая 20 тысяч опыта, учебное руководство дает 100 тысяч опыта для одного членного экипажа, и учебное пособие дает 250 тысяч опыта. Но все это можно купить за серебро, собственно, вот эти вот, такие вот небольшие расходники, что весьма неплохо. Ну, и, например, если так смотреть, то за один вот этот вот перк, ну, не перк, а вот это учебное пособие, можно почти два, полтора, вернее, перка прокачать. Будет и персональное учебное пособие, дающее 850 тысяч опыта, но достать его можно будет только по специальным акциям. Также эти учебные пособия будут падать из довольствия, собственно, ну, довольствия понемножечку расширяют, всякие призы туда добавляют, и, в принципе, ну, так можно дополнительную халяву с помощью этого получать, если играть часто. Также, конечно, мы ждем линию фронта, как я уже сказал, откроется, наконец-таки, танк восьмого уровня под названием ИМИД 1951. В случае, если вы играли много в линию фронта и фармили там очки добрости, то, вероятно, вы сможете этот танк приобрести. Ну, в целом, это неплохо, и линия фронта, это возможность пофармить серебро, а также другие награды. Плюс эта линия фронта будет длиться дольше из-за компенсации, то есть будет длиться не 7 дней, а 9, что позволит вам, в общем-то, добиться лучших результатов в этом режиме. А также, что еще стоит отметить, это то, что разработчики добавят, собственно, клановое очередное событие, и если вы хотите в нем поучаствовать и нафармить имбовые танки за боны, это действительно так. Ну, кто не верит, посмотрите ТТХ, например, Чифтейна на 10 уровне, FV4201, и увидите, насколько же этот танк хорош. Ну, я думаю, вы и так хорошо осведомлены. Поэтому ищите клан уже сейчас, тренируйтесь, играйте, и, собственно, вы сможете попасть в хороший клан, и вполне возможно получите ценные награды. А может быть, конечно, вам и пофигу на все это, но в любом случае напишите в комментариях, что вы думаете. В общем-то, патч 1.5.1 неоднозначный, на мой взгляд, выходит. То есть, все-таки, как-то хочется больше уже каких-то значительных таких изменений интересных, но пока что такие вот изменения, хотя бы ап некоторых танков, можно будет на них поиграть новая карта, также некоторые другие плюшки, типа вот этого вот обучения экипажем. Ну, и в целом, пока что сойдет, естественно, пока лето, ВГ будет кормить нас такими вот патчами обычными. А вот ближе к осени уже пойдут такие сочные большие патчи, наверное, так. На этом все, друзья, спасибо, что смотрели, желаю вам всего наилучшего, пока!